Старт рекординг, здравствуйте, с вами снова я, Алексей Савченко, у нас сегодня воскресные посиделки, обсуждаем индустриальные новости за последние, не знаю, я что-то наковырял дни за 10, наверное, потому что мы как-то об этом не беседовали. Много-много всего интересного, общие тенденции, короче, такие, какие-то культурно-гуманитарного характера, в основном все происходящее, индустрия до сих пор трясет, не затихают некоторые круги, круги на воде, короче, от произошедших скандалов, при этом продолжаются, конечно, финансовые сделки, много интересных намеченных тенденций, отчиталась пара крупных игр, несколько новых открытых студий, парочку МНЕЙ, И, в принципе, я думаю, что исходя из этого можно будет побеседовать и обозначить какое-то количество тенденций. Но я думаю, что начнем по нарастающей, начнем от таких небольших новостей, пройдемся по ним, немножко порасшифровываем и потом обсудим одну большую глобальную, которая звучит как телодвижение компаний разнообразных в игровой индустрии, связанной с так называемой токсичной культурой, в ее противоборстве с так уже обозначенной cancel культурой. Вот два эти Якадзуна машутся, летят во всю сторону, короче, люди, люди, лишившиеся работы ввиду каких-то своих поступков, меняются корпоративные уклады какие-то, вот, но это достаточно интересно, это влияет на разработку игр, поэтому тоже этот момент затронем. Но начнем традиционно с денег, с каких-то индустриальных событий и ивентов, чего у нас происходило по этому поводу, было несколько больших глобальных отчетов, вот, если пройтись по играм, которые рассказали о своих цифрах, и это, напомним, всегда интересно, потому что в игры, которые продаются на консоли или на мультиплатформу, мы не знаем, сколько их продано, зачастую, пока не читается правообладатель. Вот стало известно, что наша любимая игра, Пала Гиннесенс, которую я часто люблю приводить в пример, заявила о том, что она продала миллион юнитов, я категорически поздравляю, напоминаю, что это игра компании, под издательством компании Focus, игра новая, первая крупная для разработчика, нарративная 10-часовая история, без огромного количества механик, добротно сделанная, с хорошей историей, интересным заходом, миллион юнитов, прекрасно, большую часть времени, я за ней следил, следил плотно, потому что я сейчас привожу ее в пример, а в большую часть времени она, кстати, пропродавалась без дискаунтов каких-то глубоких, вот, в основном это было либо 39.99, либо она продавалась по 20-ке, насколько я понимаю, ниже она не падала, но это и не политики Focus'а. Можно всех поздравить, можно этот кейс уже, в принципе, разбирать по итогам, я думаю, можно будет этим даже как-то на досуге заняться, потому что кейс, мне кажется, показательный для многих людей, которые хотели бы в нарратив повествования, как вообще подходить к этому снаряду и как, в общем-то, зарабатывать на этом деньги. Думаю, что разработчик не обижен, даже если после всех вычетов Steam'а в платформ, там, на которых игра продавалась за вычетом издателя, у них там осталось стандартные, там, не знаю, там, 4-5 долларов с копией, вот, с того объема, который был реализован, это ощутимые деньги, и студия, может, смело разрабатывает, уверен, уже разрабатывает вторую часть, и, в принципе, там очень неплохой профит. Поэтому порадуемся за ребят, таких игр хочется больше, потому что до нашего известного Last of Us 2, вот, в основном, полем для экспериментов, но при этом достойными играми, являлись именно такие продукты. Если кто не играл, обязательно посмотрите ролики или поиграйте, она очень хорошая с точки зрения эмоционального посыла, истории, сделана, сделана показательность производства, точки зрения, так, что ее стоит разбирать, потому что очень много действительно умных, недорогостоящих решений, игра правильно акцентирует фичи, поэтому разработчики, дерзайте, смотрите, вот вам прям пример на разбор. Вот, отчитался о том, что PlayerUnknown's Battleground за весь свой lifetime, который, по-моему, сколько, около двух лет, заработал 3 миллиарда долларов, чем можно поздравить Bluehole, поздравить Брэндона, я думаю, что это очень неплохой результат. Большие молодцы, игра выходила со сложностями техническими, хотя и собрала сразу огромную аудиторию, по сути, новый жанр, очень хорошие цифры. Вот, также, как известно любому человеку, который активно обсуждает игры на ДТФ, в профильных группах и вообще знаток индустрии, никому не нужная, непонятно откуда взявшаяся и зачем ее разрабатывали вообще игра Pokemon Go, в которую никто не играет, как известно, отчиталась тоже о том, что заработала она больше, чем PlayerUnknown's Battleground, 3,6 миллиарда долларов, а в большие молодцы, напомню, один из прошлых индустриальных стримов, интересная история, это про то, что Pokemon Go начинают экспериментировать сейчас с таким откровенным мультиверсовым элементом, который, ну, это потенциально, это крайне, крайне просящаяся, но до сих пор инновационная для AR решений монетизационная модель посредством рекламы объектов на карте в игре, да, то есть, как бы будет выделен ощутимый бюджет, там, по-моему, около 100 миллионов, это программа в общем объеме, и решили работать с первой тысячей брендов, которые будут рекламироваться в Pokemon Go. Как видите, по цифрам, 3,6 миллиарда просто так ниоткуда не берутся, пользователей там много, посмотрим, к чему это приведет, и, как я говорил, мне кажется, что это достаточно интересно с точки зрения, ну, возможно, альтернативы контекстной рекламы, то есть, вот, потому что, потому что работает по совсем другим принципам, поэтому буду наблюдать с большим интересом. Интересная история разворачивается у нас с нашей любимой игрой The Last of Us 2 по продажам. Люди, которые игру не любят, радостно возликовали о том, что после первой недели продажи драматически просели на 80%, ну, тут хочется сказать, что читайте меньше советских газет, в принципе, практически все игры такого масштаба с очень крупными маркетинговыми компаниями после реализации предзаказов снижаются в продажах от 60% в среднем до 80%. Напомню, что в Uncharted это было, по-моему, там, 83-4, в самые низкие продажи показали, самый низкий просад показал, по-моему, Spider-Man, и неожиданная относительно франшизы, когда они выстреливают, потому что при заказе меньше, то есть, логика здесь как бы понятна. Но, при этом, если мы говорим о стартовом толчке продаж в 4 миллиона, это значит, что за неделю Last of Us продал еще 1 миллион юнитов, он остается до сих пор в топе продаж по всем ключевым чартам, номер 1 в UK, номер 1 там еще много где, игра чувствует себя прекрасно. По всей видимости, ее все-таки прошли многие, кто на нее плевался, поэтому на Metacritic она резко поднялась с 3,6 до 5,6, то есть, люди меняли ревью, меняли свою точку зрения по поводу прохождения. К сожалению, о чем мы поговорим чуть позже, вот, токсичная культура, да, то есть, как бы, ну, видим мы снова и снова о том, что раньше бедняжку-актрису, которая Эбби играла, запугивали и там пытались харасить всякие геймергейты и так далее, угрожая ей смертью. Вот, и на этой неделе была некая какая-то скоординированная атака против, собственно, самого Нила Дракмана и главного сценариста с обычным раскладом «Я тебе по IP вычислю, найду и зарежу». Но, вот, ну, естественно, они там выступили с неким осудительным месседжем, там, оправдательным по этому поводу. Вышло большое количество материалов, включая большую статью на VentureBeat с ко-сценаристом игры, которая рассказывает, там, Хейли, да, ее, по-моему, зовут, которая рассказывает по поводу, там, каких-то причин, принятых решений, почему эта история рассказывалась, почему так важно, там, дисбалансировать и противопоставлять друг другу поглощение местью, там, и Redemption, вот, 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 вот весь там в... с раскаянием. И достаточно интересно. Посмотрите, если кто-то про тексты, про все эти дела, там, в общем-то, прикольно достаточно. Вот, но, да, NotiDog, в общем-то, добавил еще 1 миллион, получается 5, как я и говорил, в целом, моя оценка по этому поводу, она не меняется, в общем-то, сначала продаж игры. Я не думаю, что он продаст как первая. Я думаю, что, ну, напомню, что Last of Us 1 17 миллионов юнитов примерно продано было. Я думаю, что Last of Us 2 вытащит где-то до 12-13, при этом это такой расчет, который я базирую, в принципе, в башке как-то, вообще исходя просто конъюнктуры PSN и истории с тем, что за этим стоит Sony, эксклюзив такого размера и с таким стартом продаж, просто, по-моему, не может реализовать меньше, в первую очередь, из-за того, что вот как проблема людей, которые начинают рассуждать о том, как продастся игра с точки зрения логики лавочных предпринимателей, она в том, что они не понимают конъюнктуру того, как устроены цифровые площадки, ну, собственно, Sony, и как Sony способна вытягивать разнообразными фичерами, разнообразные цифры на разных этапах там и так далее. Ну, формально говоря, игра калибра Last of Us 2 просто на скидках до ухода в PlayStation Hits по цене 19.99, она еще миллион три продаст просто потому, что ее будут ставить туда, куда ее будут ставить. В принципе, я думаю, что очень многие игроки, кстати, при ее оценках, они просто ждут в скидках, чтобы не покупать ее по фулл-прайсу. При этом многие ждут исключительно из-за таких каких-то соображений, даже не из-за того, что там сюжет, там в интернетах обсирают и так далее, а потому что считают, что в игре недостаточно контента для фулл-прайса. То есть как-то стандартная история. Нет мультиплеера, игра проходится, понятно, что по интернету здесь 12 часов, если ее задаться с селью и пройти, поэтому хотят купить ее за 30 долларов, условно, поэтому ждут скидок. И еще там еще миллион три продаж, а все остальное хвостами дотягивается уже через остальные элементы. Вот. Очень-очень отрадно. В этом вот такая проскочила новость. Моя, наверное, одна из любимых польских студий 11-Bit, которая концептуально невероятно крута, и история из The War of Mine, которую, как мы говорили, ставят в школьную программу в Польше для изучения ужасов войны. Мне очень нравится Frozen Punk. Я считаю, что это очень крутая игра. Это один из лучших, мне кажется, survival settlement-based симуляторов. Я не знаю, есть еще игры такие в таком жанре, я поставил, играл, играю периодически до сих пор. Новость такая, что компания развивает свою издательскую деятельность и запускает внутри три игры, четыре игры разрабатывает внешние студии, в общей сложности бюджет этой операции составит 21 миллион долларов. Я мало того, что прям большие молодцы, буду ждать, чего они там наделают, потому что компания выпускает действительно интересные, инновационные, остро-социальные и всегда запоминающиеся игры как с точки зрения механик, так и с точки зрения того, какие идеи они в них закладывают. То есть прям они огромные, огромные, огромные молодчаги, эти польские ребята. То есть вот, поэтому будем смотреть. Я очень надеюсь, что будет что-то вот что-то, что-то вот типа Frozen Punk и The War of Mine в других жанрах, то есть по подходу. То есть вот мне хотелось бы, хотелось бы видеть, конечно, со своей стороны чего-то, чего-то такого. Собирается заново прикупиться Tencent с Leo, у него есть конкуренты, но про Tencent, я думаю, что самая интересная новость с прошлой недели, это то, что они открыли новую студию. А в студию большую, студию AAA в Америке руководить ей, насколько я понимаю, будет Стив Мартин, ну не актер смешной, а в чувак из Rookstar, там мегаветеран с суперглубоким опытом больших франшиз. Вот, и в... Ну, очевидно, там будет разрабатываться какой-то большой супер-мега-хит. Я думаю, что, наверное, с Open World, учитывая опыт человека. И учитывая, что студия американская, очень интересно, что это будет. Если это некое видение со стороны Tencent'а и попытка войти в нишу, которую занимают крупные Open World'ы, ну, такие, как GTA, Assassin's Creed, там, и так далее, то... Red Dead Redemption, то это событие. Ну, и событие крупное. То есть, поэтому будем следить, будем смотреть за анонсами. Как бы... Значимость тут нельзя недооценивать, мне кажется, потому что... Ну, таких игр выходит в год индустриально, там, три. Вот, если будет выходить четвертая, это обязательная покупка продукта. И это еще одна игра, в которую будут играть очень долго. То есть, напомню, мы как-то обсуждали этот тезис. Дело в том, что любая такая игра, она снижает покупательскую способность игроков по куче других позиций. То есть, условно говоря, если вы покупаете в один год, там, GTA, Far Cry, Assassin's Creed, многие на этих трех играх год живут. Но, вот, и не покупают ничего другого. То есть, и их немного, это хорошо, вот сейчас, может быть, будет на одно больше. То есть, что это будет, интересно посмотреть. Также, давайте обратим наш любопытствующий взор опять на Nordic, на Nordic территории. Paradox сделал свою восьмую покупку, прикупил Plareon. Это, если кто не в курсе, это Airlines Managers. Менеджер, очень логичная покупка для Paradox'а. В рамках и линейки их игр. То есть, достаточно интересно они растут. Но, тут особо ничего не добавишь. Покупка хорошая, покупка логичная, большие молодцы. Хочу сказать вообще о регионе. Регион развивается семимильными шагами. Напомню, что именно там сконцентрированы мощности, и оттуда растут щупальца, все поглощающего концерна Embracer, который растет семимильными какими-то шагами, захватывая все больше и больше студий, инкорпорировав в свою группу уже достаточно большие организации, издательские организации, перед которыми стоят задачи достаточно агрессивного, экспансивного расширения. Учитывая то, что модель оказалась удачной, доносятся некоторые громовые раскаты о том, что местные банки, биржи и финансовые организации заинтересованы в похожих моделях, может быть, будут появляться конкуренты, возможно, тоже это все будет исходить из Швеции, Норвегии откуда-то оттуда, но, может быть, это будет играть на других территориях. Кто не в курсе, напомню, что там очень много денег. Это регион с очень большим количеством бабла, ну, и, в принципе, развита бизнес-культурой. При том, что индустрия там развита, ну, так, как она развита, звезд с неба не хватает, но молодцы. С точки зрения финансов есть, например, в норвежский пенсионный фонд, так называемый, который нифига не пенсионный, деньги он вкладывает, и чтобы были понятны масштабы, масштабы операций подобных организаций, местных банков, вот, там, там, норвежский пенсионный фонд, например, активно участвовал в американских бейлаутах банков. То есть, как бы, бабла там очень много. Поэтому, смотрим туда, кажется, кажется мне вот сейчас на текущей точке зрения, если говорить о прогрессии роста о горячих точках в Европе, где все развивается максимально быстро, это, наверное, Польша, и это, наверное, наверное, нордик страны. То есть, поэтому, поэтому смотрим туда с интересом. Про выставки хотелось бы сказать пару слов. Напомню один из своих тезисов по поводу того, что, с моей точки зрения, выставки будут двигаться ровно в две стороны. Я знаю, что многие не согласны, были тогда. Ну, я тут, в общем-то, один из разов, когда, похоже, я снова прав. Развиваться в сторону платформы, развиваться в сторону очень дорогостоящих эфиров. И на этой неделе вышло две новости. подтвердившихся с обоих точек зрения, как тезисы. Если говорить о платформах и о своих самостоятельных каких-то стилизациях, на которых демонстрируются свои собственные линейки продуктов, Devolver сделал финт ушами и выпустил на Steam в общем-то маркетинговую игру. Отзывается она вот так вот. Это игра от первого лица, в которой вы ходите по выставке и можете увидеть все игры, которые запланированы у Devolver в линейке. Ну, вот, как бы вот такая вот история. Шаг достаточно интересный, крайне оригинальный. Я до этого главными оригиналами в общем-то я назвал бы карнавал и ксолы, которые начали визуализировать выставочное пространство. Вот. Но главными оригиналами говоря о дорогостоящих эфирах у нас тут выступил Gamescom, который, в общем-то, цитирую заголовки, Gamescom превратят в Евровидение. И на протяжении периода проведения выставки собственно говоря, будет проводиться достаточно большое количество эфиров, которые будут хостить профессиональные шоумены, которые будут рассказывать об играх разработки. Это будет транслироваться по максимальному количеству каналов. поддерживают это все практически все игровые ассоциации. Юки британская, это Европейская ассоциация разработчиков и прочие так называемые Industrial Buddies со всякими GDA и так далее. Ну, это означает, что в... И мы сейчас к этому вопрос перейдем к Бафте, что это такое прям во всех смыслах настоящее выставочное конюнерство. юктурное мероприятие и Евровидение это действительно хорошее его описание. То есть, со всей дополнительной нагрузкой в виде какой-то политики, а в каких-то социальных требованиях там и так далее. Почему так происходит? Потому что, ну, не стоит забывать, что любые организации, общественные организации, общественные индустриальные организации, общественные индустриальные нон-профит организации, живущие на взносы, давайте вот так даже скажем, они вынуждены заниматься конъюнктурой, потому что они критически зависят от того, что происходит в индустрии на данный момент. Ну, то есть, еще раз, да, возвращаемся к вопросам, там, условно говоря, повестки там и так далее, потому что много людей там возмущалось по поводу требований Бафты новых, потому что Бафта, так называемый игровой Оскар, да, они выкатили список, список того, что должно быть в играх, которые там подаются, и там что-то там 7% инвалидов, там, не знаю, 10% людей разных национальностей и так далее, естественно, в интернете сразу же поднялся вой, что, да, значит, им палец руку откусит, сейчас с нами всеми будут управлять и к нам домой подсерят, чтобы они по ход ситу с нами играли в черных трансвеститов с Disabilities, ну, интернет любит такое, вот, что, естественно, чушь, но очередная, но тут просто что хотелось бы прояснить, если кто-то думает, что вот в этих вот всех ассоциациях и в этих всех местах сидят люди, которые такие засели вечером и такие ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, а давайте-ка, и думают, как бы насолить простому русскому геймеру или какому-то русскоязычному или какому-то еще там, не знаю, американскому консервативному, неважно, это все не так, там собираются люди, которые такие, ну, ребят, конъюнктура поменялась, тренды такие, требования такие, в скандалы влипать нельзя, нужно, чтобы всем сестрам по серьгам, обязательно нужно учесть все моменты, давайте-ка выставим вот такие требования, понятно, что подадутся, как подадутся, не наберем квоту, скажем, что требования выставили, подались так, как подались, заявим то, что заявим, и эта история уже не в первый раз проходит, но держите в голове, что любые, кто угодно, кто организовывает любое мероприятие какое-то такого масштаба, а в, которое имеет отношение к ассоциациям, именно они, они всегда будут следовать за общественным трендом, потому что это часть их сути, это часть их ДНК, они поэтому и общественные, потому что это зависит от общества и от индустрии, с которой они взаимодействуют. При этом, да, конечно, там есть люди, которые действительно переживают по этому поводу, и, честно говоря, я скорее позитивно оценивал бы введение таких пунктов, потому что они являются сигналом для людей, которые стеснялись делать что-то такое, считая такими-то забубонными историями, в общем-то понимают, что, ну, нет, поддерживать, значит, возможно, можно сделать какие-то игры по каким-то отклонениям от нормы, которую до этого им вбивали в голову рыночные маркетологи, потому что рыночные маркетологи в основном до этого приходили и говорили, что, типа, вот, там, типа, делайте игру так, чтобы только покупали, а тут еще добавилось еще и делайте игру так, чтобы общество ее принимало. То есть, вот поэтому работает вот таким образом, как работает. При этом, Я не верю в то, что на законодательном уровне появятся какие-то введения в игр, о чем говорят почему-то в интернете, введения в игр вот таких вот вещей, ну, потому что это как раз антиконституционные моменты, и эта цензура на это будет вопить еще больше. То есть, как бы, поэтому таких историй не будет. Если говорить еще раз про БАФТ, то хотелось бы озвучить здесь свой тезис, почему отчасти исходный по критике с The Last of Us 2. Индустрия растет быстрее, чем мы, как я и говорил. Появляются работы, которые тяжело впихнуть, знаете, как вот эти вот фигурки, которые в гнезда нужно совать, чтобы они под нужную форму попадали в голове. Фигурок стало больше, а гнезда не хватает. И вот если говорить о каких-то наградных организациях и ивентах, обо всяких авордах, то есть как бы БАФТа, которая игровой Оскар, ну, по идее. Это, ну, Оскар вы знаете, я думаю, как все работают. Он работает по абсолютно таким же принципам. Там тоже есть определенные рекомендации по поводу, там, не знаю, тематики и значимости для жанра, индустрии и так далее. Есть разнообразные авордсы типа Game Awards, которые очень похожи на MTV Awards, которые, в общем-то, про... Это такие, для фанатов Матрицы, Эвенджера, там, и блокбастеров всяких. Проблема в том, что в игровой индустрии не хватает своих выставок, которые направлены на авторские вещи. Ну, то есть, условно, наверное, было бы неплохо, если были бы какие-то аналоги Берлинали, МКФ и Кан. То есть, где давались бы награды вот таким вот играм, которые, в общем-то, там, не попадают в базовые категории, которые либо про идеологию, либо про продакшн-квалити. То есть, там, и любовь фанатов, конъюнктуру. То есть, тогда, наверное, все стало бы немножко логичнее. Очень интересно посмотреть в этом виде конкретно на Gamescom, который, как бы, Eurovision, потому что, если там начнут проскакивать какие-то интересные моменты от ассоциаций, которые поддерживают, то есть, кандидаты от стран, это будет забойно интересно и очень прикольно. И лично мне крайне любопытно, как будет отыгрывать политический аспект мероприятия, потому что, как мы все знаем, в Евровидении он очень-очень ощутим. То есть, здесь, возможно, будет так же. Вот, из прочих историй, корпорация, мать добра, после раунда инвестиций стоит под 18 миллиардов, потому что какие-то дикие цифры совершенно. Вот мы теперь Sony, друзья, получается, на 1,4%. Там были еще прочие инвестора. Прикольная новость, крутая. Хе-хе, надеюсь, это приближает в какой-то степени воссорение в мире, мира, дружбы, жвачки, пятого интернационала и этого. В мультиверсы. Вот, ну, ну что, мы молодцы. То есть, как бы, тут стоит сказать только это. Мы, конечно, достаточно условно. Это одна из тех новостей, которых рядовые сотрудники узнают из интернета. Но, ну, как бы, здорово. Здорово, крайне рад за штаб и за всех нас. Вот. По поводу интересного с этой недели. Собственно, переходя к Ubisoft форварду, было несколько сливов. В Ubisoft вообще царит некий раздрай. А в связанной, сейчас расскажу с чем. Но буквально вчера убежало 4 минуты шестого форкрая, который, насколько я понимаю, делает Ubisoft Берлин. И до этого ушло около получаса геймплея Assassin's Creed Valhalla. Известно, не секрет, то, что Ubisoft собирается выпустить 4 своих крупных хита, или, по-моему, 5 даже, до марта следующего года. Примерно понимая даты, давайте немножко поспекулируем перед, перед, буквально через полчаса начинающимся Ubisoft форвардом. Если Assassin's Creed выйдет в ноябре, то, очевидно, Watch Dogs будут в октябре. И в сентябре, возможно, Far Cry. И это, ну, такая себе череда событий. Конечно, не очень понятно, во что еще играть. Также там, по-моему, были какие-то примерные даты под Rainbow Six еще. То есть вот. Но про Ubisoft основным, я думаю, новостным поводом последние несколько дней является другое. И тут мы переходим вообще к штормящей toxic culture, которая вот эта вся история с начавшимся условным мету индустриальным и с поддержанным Black Lives Matter и со всеми вот этими вот вопросами, связанными с культурным восприятием, этикетом, там вообще и всем остальным. И культура работы Ubisoft затронули, наверное, больше всего. Из прочих новостей, тут, кстати, тоже стоит сказать, что я немножко повыписывал. Там было и смешно, и не очень. Ну, например, разработчик, который разрабатывает CrossWarm Gym, начал выступать там в интернете, потому что, видимо, Riot Games'овского опыта ему не хватило. И сравнивать там вплоть до того, что текущие эти движения там с Гитлером и фашизмом, интерплей пока что отмалчивается, но общественность там уже крепко села на хвост. Twitch попробовал сориентироваться ввиду своего глобального скандала, который там происходил по поводу таксисты участников и о том, что стримеры оказались как-то крайне-крайне токсичные люди в своем большинстве. Судя из того, что происходило три недели назад с разными скандалами, там порядка двухсот человек было обвинено в разнообразной степени тяжести в поведении. Вот. И Twitch решил сделать видео, посвященное BlackLeaveMatter, но тут же получил претензии от разнообразных людей по поводу того, что слишком мало Black в этом ролике, и ролик сняли. То есть, как бы, Твиттеру что-то совсем не везет с попыткой вписаться в это все движение. Вот. Было несколько таких более вялотекущих каких-то, даже не скандалов, в моментах связанных с попытками студии встроиться новый запрос общественности в разной степени. Но, да, Ubisoft. Ubisoft уволил, наверное, штук пять очень крутых экзекутивов, и сегодня прилетело то, что уволили там хэд-стратегиста Сержа. Это нужно понимать, что это не просто какой-то директор. Нужно понимать, что это люди, на которых там держалось, ну, многое. При этом ушел в отставку глава HR отдела глобальной всего, а на должность этого крутого чувака, которого убрали, собственно, сам соучредитель в жиль, как бы он вступил и будет занимать его позицию. О чем это говорит? Говорит это сразу о нескольких вещах. Говорит это в первую очередь о том, что вот этой вот истории, что шестеренки повернулись, и вот этой вот истории про то, что если там сотрудник очень хороший, то, может, и простят ее, не будет. То есть, неважно. То есть, как бы это уже бескомпромиссное решение. Ну, как для Ubisoft так точно, я думаю, что для многих других компаний так же. Второе, почему это настолько сильно касается Ubisoft и Riot, а в прошлом, почему они так быстро уволили чувака. Компания, которая одним из своих основных лозунгов делает наши игры, разработанные людьми разнообразных национальностей, полов, культур, им максимально доверз и терпимы, не может позволить таких скандалов. Ну, то есть, вообще не может. То есть, и что-то такое, выплывающее наружу, это компрометирует миссию компании. Если что-то компрометирует миссию компании, это что-то должно уйти. То есть, поэтому решения очень понятны. Вот с точки зрения вообще, как бы ущерба бренду возможным там и так далее. Действия абсолютно беспрецедентные. Кто еще может пойти по той же дорожке, пока непонятно. Но понятно, что смотря, например, Ubisoft и на примеры в Riot Games, прочих компаний, которые происходили за все прошедшие три недели, ну, это повлияет существенно и на общие коммуникации, на культуру и на все остальное там и так далее. Будет все крайне строго. Хотелось бы тут сказать вот чего. Понятно, что у всех может быть любое мнение по этому поводу. Но давайте коснемся практических сторон работы. То есть, как бы нравится вам это или не нравится, если вы разработчик, который собирается взаимодействовать с какими-то крупными западными компаниями в какой-то ближайшей или не очень ближайшей перспективе, и вы четко видите тот вектор, который обозначен с их стороны, вы должны пытаться его, наверное, понять и принять. Ну, потому что иначе это взаимодействие не будет просто работать. То есть, вот как-то так. Причины у него могут быть разные. Можно сколько угодно там устраивать срачи в интернете, там, не знаю, размахивать руками, иронично и саркастично шутить. Но тут факты таковы, какие есть. Чуваки решили, как решили. И вот тут Марк Маркер, Женя тоже присутствует на движухе. Вот. Короче, варианты два. Если вам не нравится то, что делает Бафта, вы можете не подаваться на Бафту. Если вам не нравится политика компании Ubisoft и Riot Games, вы, наверное, можете не работать с компанией Ubisoft или Riot Games. Так что вот такие вот дела. Ну и перейдем к разговору. Да, я немножко задержался. Сорян, то есть, мне унесло. Но давайте посмотрим, что пишут. Всем привет, хорошего вечера. Всем привет. Слава Лукьянько с Product Placement. В Pokemon Go история не навадлена на Энтика. В Ингрессе у них прям несколько лет был контрав софбанком. Редкие игровые айтемы назывались софбанк, линк и т.п. Масштаба не было, конечно. Но я, кстати, насколько понимаю, Ингресс, которая, кстати, очень крутая игра. И мне, честно говоря, я... Ну, мне Севернг нравится. Идея хорошая. Мне кажется, что она просто по масштабу и по отрыву от популярности от покемонов она сильно-сильно далеко. И, в общем, тут, наверное, даже нельзя считать прям совсем таким полномасштабным экспериментом. Интересно, как пойдет именно в среде покемонов. Потому что это прям огромная армия. И она в... И если она воспримет эту историю, то это может стать трендом достаточно быстро. Слава, привет! Петр Дичков, Алексей. Можно знать малоактуальный порядок причин, но профвопрос ровно по твоей части. Понимаю, что это в полной мере... Не в полной мере вежливо просто вопрос задавать, поэтому спрашиваю. Но можно, да. Можно сразу спрашивать. Сейчас попробую тогда долистать до вопроса. А я не вижу вопроса от вас. Но, Петр, то есть, как бы я вот его просто-просто не вижу. Вижу ваши замечания о том, что я оторван от дискуссии. Фризит, не фризит. Но где вопрос-то? Хотите задать? Задайте его. А в... Как бы я отвечу. Вот. Александр Березовский. Из последних новостей про Digital Streams. В них такие, в Warframe, немало опыта, которые могут быть полезными для развития движка и наоборот. На карантине, когда начал играть в Warframe 3, с первой точки зрения, по виду было выглядеть, что это Unreal 3. Ну да, нет. Там все хорошо и все интересно крайне. А мне еще крайне интересно по поводу Digital Streams. Это завязан ли, завязан ли каким-то образом интерес Tencent, например, на покупку новой студии там и так далее. Ну, то есть, вот такие вот вещи. Потому что компоненты везде разбросаны, компоненты разнообразные и на рынке сейчас. Как они будут сведены вместе, в принципе, конечно же, интересно. То есть, да, там все хорошо. Но там претендует на них, по-моему, штук 5 или 6 уже компаний. Потому что это такое-то hot thing, которое интересно всем. Вот говорит Слава, что слышал уже про 20 ярдов. Ну, возможно. Слава Лукьяненко. Всеми руками за геймском Евровидении, если про него потом снимут такое же крутое кино, как Eurovision, The Story of Fire Saga. Эльфы зашли слишком далеко. О, да, это великий фильм. Если вы еще его не видели, обязательно посмотрите на него, его. И он очень смешной. Мне больше понравилось пару гораловских моментов, когда они так приедут. Там совершенно роскошный русский певец. И очень круто, когда чувак начинает, короче, рассказывать своей барышне про то, что люди лучше знают. Поэтому давай там как-то делать, как они говорят, потому что полную чушь рассказывают. Прям очень-очень-очень огонь. Марк Маркер, что там Гавильтон? Интересно твое мнение. Ну, в смысле, я же его не видел и не слышал до этого. Я даже, честно говоря, как-то пропустил. Я даже не знаю, что это такое. Вот, поэтому я начал его смотреть. Я так как-то, как-то типа, оу, типа прикольно. И как что-то новое, как что-то интересное, это, естественно, захватывающе. При этом чувак, который автор, который сам это ходит, поет, он похож еще на моего еще одного знакомого, менеджера среднего звена в одной американской корпорации. И это вдвойне смешно по этому. И я как-то по этому поводу прям реально обугарался, простите. Ну, потому что поет он плохо. Как ни крути, а он там по сравнению с этими прочими профессиональными певцами, он прям совсем не алло. Вот. Но песенки хорошие, текст хороший. Рэп-опера, да, наверное, стоит это назвать. Прикольная. Интересно, будет ли что-то такое и еще. То есть, вот, вот, как-то такое отношение. А вообще, я просто люблю такое. Ну, в смысле, я, мне же нравится Ллойда Вебера всякое. Мне, в принципе, нравится рок-оперы, нравятся кошки, фантом-оперы, нравится Иисус Христос, суперзвезда, нравится Иисус Христос, суперзвезда. Мы даже что-то пели в университете. Оттуда я помню. Там вот это вот. Who's you have no perception? The stakes were gambling are frankly high. Вот, what if You don't know, вот, неплохая тоже. Хотя, я не знаю, это рок-опера или не рок-опера, но, наверное, просто современная, да, то есть, как бы, вот, тема. И Гамильтон очень хорошо вписывается в в эту всю историю, в инновационных, каких-то интересных штук. Вот. Вот, еще, еще почему-то вспомнилась рок-опера Авантази, а также известная эльфийская рукопись, да, по-моему, называлась. Но это немножко из другой оперы, простите, сик. Вот. Алексей, похоже, оторван. Да не оторван я, ну, просто как бы, ты тоже странно, ну, как-то пассивное, агрессивное замечание делаете, но я же просто как бы начал рассказывать, и вроде бы как итоги недели, наверное, нужно дорассказать. Мне, мне тоже в, как бы это, в, если уж о чем-то говоришь, надо договорить, ну, так и мне тоже форма диалога больше нравится, но если я начинаю просто, просто беседы беседовать, мне говорят, что, типа, темы не хватает. Когда начинаю тему говорить, мне говорят, что, типа, о, я сюда пришел вопрос задать, меня никто не слушает. Ну, и получается, что ты никому не угодишь, ну, типа, поэтому обычно у нас первые, там, 20-30 минут это основная тема для того, чтобы задать какой-то диалог, а потом общаемся, потому что все любые попытки делать по-другому, они заканчиваются тем, что мы за 20 минут обсуждаем 5-6 вопросов, в чате тишина, ну, и все. И как бы в этом, в этом вот проблема. В high all, да, вопрос. Некоторые коллеги-программеры пишут интересные вещи и выкладывают на гид, но есть маленькая проблема. У некоторых есть даже туториал описания, например, на Medium, но на гид нет лицензии. Просьбы добавить что-то типа MIT игнорируют, потому что далеки от этого. С одной стороны, то, что они сделали, это некая общая МА-часть, с другой, это расширенный код без лицензии. Как использовать в продакшене? Ну, я, честно говоря, не знаю, что тут сказать. Вопрос профильный. Если что-то выложено в качестве бесплатного использования, я рекомендовал бы для проверки просто связаться и спросить, что как используется, можно ли использовать код в коммерческих целях. Потому что варианта там всего три. Первое, это то, что если это выложено в таких рамках использования, то можно просто брать и делать. Второе, это то, что можно брать и использовать коммерчески в любом проекте, но нужно упоминать то, откуда этот код взят в упоминаниях и копирать того, что это принадлежит кому-то. И третий вариант, это то, что можно просто брать и не упоминать. То есть, как бы, нет, первое, это брать и не упоминать, второе, брать это самое. И вот третье, что может быть, может быть, есть какие-то условия лицензирования для коммерческого использования. Поэтому стоит связываться, стоит задавать вопрос, в принципе. Там может показаться, что у таких людей там в почте очень много дел, и они не будут отвечать на вопросы, там, типа, и будут как-то сильно заняты. они, им нравится, когда им пишут по таким поводам. Я думаю, вам благодушно там скажут, что, ребят, для того и выложили, берите, пользуйтесь, все круто, все отлично там и так далее. Более того, если туториал и какие-то штуки есть там на медиуме и так далее, то, скорее всего, это для популяризации просто из Венити сделано. То есть, как бы, и поэтому тут, тут типа нормально. в Михаил Соколов я краем глаза слежу за перешоу, а в да, хорошо, ну и че, и че как, че интересно. Вопрос задают провокационные вопросы? Нет, нет, Алексей, никакой агрессии. Не, не, ну я просто в плане замечаний, ну, как бы, как бы да, ну, я объяснил ситуацию, формат такой. К сожалению, вот, кстати, хотел бы сказать по поводу форматов, если уж заговорили, то вот на Фейсбуке работает так, как работает, а на Ютубе можно просто прям, прям это, разговаривать без какой-то темы вообще. Народ обычно заходит и в комментах супер, супер активен именно с точки зрения потока вопросов. То есть, как бы, в то время, как на Фейсбуке народ, который собирается, вот тут у нас как-то более лампово получается, все, в принципе, если общаются, то друг с другом, а вопросов, конкретно ко мне обычно как-то, как-то особо или нет, или не падает в тему, ну, поэтому люди, может быть, не спрашивают. Поэтому получается, получается вот такая вот история. Но, но на Ютубе, да, мне, в принципе, я могу сказать, что это такой какой-то положительный, наверное, опыт. Я вот на следующей неделе на нем тоже в воскресенье и, может быть, попробую на Ютубе просто делать воскресные выпуски, наверное, так будет как-то полезнее. Но, но еще раз, я объяснял, почему, почему так. суть вопросов и уровень подготовки, тусовки, он в Фейсбуке и в, и на Ютубе принципиально разный. То есть, вот тут, как бы, да и сейчас тоже видно, что сидят, в общем, разработчики, которые уже там понимают всякое, или люди из индустрии там, и вообще, и такой совсем адвант, совсем юниорских вопросов или базовых вещей никто не спрашивает. А на Ютубе на канал подписываются, собственно, люди, которые хотят узнать больше про Unreal, больше про разработку игр там и так далее. И очень много вопросов базового уровня, но их все равно надо объяснять. Их интересно разъяснять иногда, потому что разговор может зайти в какую-то такую, не ту сторону. И поэтому там обычно на Ютубе мы еще и сидим там часа два вместо часа. Поэтому посмотрим, может быть, воскресные будут там. Александр Березовский спрашивает, была ли уже презентация игр под новый Xbox, а то я все пропустил. А с Xbox интересная ситуация, там была первая часть линейки, была первая первая презентация, и я так понимаю, что будет еще вторая, на которой будут показывать вторую часть игр в ближайшее время. Вот. И интересно посмотреть на то, что там будет. Потому что Xbox тоже активничает. Как мы говорили об этом, они понимают, что им срочно нужны определенные конкурентные преимущества перед Sony, особенно перед цифровой версией, перед диджитал-версией Sony. Вот. Они там шуршат, шебуршат. Я думаю, что может быть нам стоит ждать каких-то прям таких новостей, новостей. Самое ближайшее время вот на этом фронте от них возможно во время презентации самой. То есть как бы тут вот такой момент. Петр Дещуков. Да, я понимаю, у меня школьный приятель принимал деятельное участие в формировании с последующим принятием закона CC BY в РФ нужен ответ от коллег, но не хотят добавлять лицензию на ГИД. Товарищ говорит ровно то же, что и ты доставай коллег, а они не хотят забивать на лицензирование. Как использовать? Никак. Ну, это очень странно. Я, честно говоря, просто не знаю, что посоветует такой ситуации, потому что обычно все такие спорные кейсы выясняют в процессе диалога. Забивать на лицензирование? Ну, давайте я расскажу, что бывает от забивания на лицензирование. То же самое, что и с правами. Объясните друзьям, возможно, что как бы если они сделают что-то, что никогда не будет зарабатывать и никогда не будет на виду людей, наверное, это все просто как-то сойдет с рук. А если вдруг в каком-то моменте они зарабатывают много денег, то любое такое игнорирование по просто лицензии может обернуться очень дорого. Ну, просто очень дорого. то есть это риск. Его можно принимать либо не принимать, но он в свою очередь либо произойдет, либо не произойдет. То есть понятное дело, что я с своей стороны считаю, что все должно быть жестко залицензировано, но я как-то баист, как говорится, лицензионный менеджер, меня же вообще хлебом не корми, дай все полицензировать или кому-нибудь, или самостоятельно. поэтому у меня точка зрения конечно же будет такой. По этому поводу, кстати, тоже мне после пятничного эфира, который, кстати, не выложил на фейсбук, потому что там так получилось, выложил в понедельник, а утром там просто начали видео накладываться одно на другое, после четвергого сразу вышел Типс Интриг в субботу утром, вчера как бы совсем не было слота вот и и короче, а сегодня вот видео, да, то есть поэтому завтра я его положу, мы там много разговаривали по поводу проблемы терминологии в пятницу и по поводу планов на работу в формате проекта с МГУ, там, как я и говорил, IP очень важный аспект и лицензирование очень важный аспект, то есть возможность на создание платформы, на которые можно свести в рамках одного продукта под одной IP, значительно усилив много лицензий и много разнообразных экспертиз могут увеличить стоимость продукта или его привлекательность там в 4-5 раз, то есть вот и мы собираемся вот такой деятельности содействовать всячески, скажем так, со своей стороны там, помогая разработчикам с их разработками и продуктами в первую очередь для тех, кто на конкурсе что-то делает потому что это все пока будет через этот медиум реализовываться но там вообще отдельная программа о которой мы еще в ближайшее время будем много рассказывать спасибо так и думал жопосвучка очень без шуток спасибо всегда пожалуйста Александр Березовский правильно понимаю что выложить без лицензии то можно просто взять и выложить копию уже своей лицензии все, сами надо да, совершенно верно вот ну а в остальном то что сказать ждем форвард на следующей неделе у меня заканчивается отпуск хотя какой отпуск я что-то его и не почувствовал ну хотя сам в принципе занимался всякими вещами следующая неделя у нас будет посвящена двум вещам первая глобальная первая это то что закрывается прием заявок на конкурс и мы начинаем их рассматривать их очень много мы начнем рассказывать о самых интересных буквально сразу же будет много интервью много видео контента разговоры с разработчиками статьи на дейли там на партнерских сайтах короче будет будет много движняка очень положительного очень крутого второе будут отобраны 100 участников если придет за следующие 2-3 дня сильно много работ может быть мы 120 сделаем вообще пока 100 будет 100 участников которые выходят в четверть финал и 22 числа мы объявим кто это все эти проекты заполнят и выложат в публичный доступ свои 100 страниц проектов которые можно будет посмотреть там будут видео скриншоты описания то есть все-все-все-все страницы интерактивные эти страницы будут вестись на протяжении всего срока жизни конкурса то есть все 5 месяцев которые перед нами 5 с половиной месяцев которые перед нами до середины ноября и это крайне круто вот вторая тема это выход книжки киберсайт отпечатан если кто-то если кто-то увидит книжку на полках сфотографируйте пришлите же мне обязательно я буду очень рад ее увидеть потому что я ее не увижу прямо скоро в ближайшее время скоро-скоро пока не увижу вот и я собственно стримы которые будут на следующей неделе я таким тем или иным образом буду как-то совмещать с книжными штуками я думаю что пятничное сделаю просто по книге а в среду что-нибудь производственное связанное тоже с ну со схожими тематиками то есть потому что because I can ну и типа одна такая неделя возможно возможно вот что сделаем возможно я в среду производственной расскажу об автостопом по игровой индустрии как следующая выходящая книга а опять несу про киберсайт как на более отвлеченную тематику вот наверное вот так во вторник выходит New Game Plus с Денисом Альцевым главным продюсером компании 1С который отвечает за Kings Bounty и прочие проекты интервью получилось крайне интересно много обсуждали издательские продюсерские дела выясняем извечный вопрос кто же такой продюсер кто же такой и тоже обязательно смотрите то есть получилось получилось забойно я думаю что в четверг в пятницу будет санонсирована еще одна крайне интересная инициатива в рамках МГУ истории то есть опять же вот чтобы чтобы не было вот этих вот спекуляций по поводу того что типа о чуваки там начали разговаривать и сейчас будут рисовать дорожную карту не мы уже все нарисовали уже все обсуждено сделано запущено и инициатива не стала бы объявляться если бы все уже не было готово к эксплуатации назовем это так вот ну поэтому сейчас будут просто объявляться по очереди все эти крутые штуки и запускаться в работу вот еще еще я жду до сих пор от вышки свое выступление по геймдизайну по поводу пользы прототипирования не знаю когда он приедет когда доедет тогда я выпущу там я в майнкрафте машу киянкой на прикольной сцене там бегают майнкрафтовские персонажи я рассказываю о том что если не прототипировать то постоянно много и со всякими анекдотами из индустрии то будет бобо вот то есть как бы там там такая тема поэтому план достаточно насыщенный если кто-то собирается идти обязательно приходите во вторник на анрил фест особенно обратите внимание на выступление в вова лямкина которое я еще и модерирую там помогаю ему с вопросами от пользователей оно крутое оно про мобильную разработку тема супер релевантная для 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 многих для в снг там и так далее ожидается очень много людей там десятки тысяч зарегистрировавшихся в очень интересно набор треков все крайне там мега качественно есть отдельные в румы в которых можно общаться между в между лекциями очень quality тусовка поэтому приходите на анрил фест тоже должно быть интересно самое прикольное оттуда я думаю что будет потом вынесено отдельными блогами поэтому не переживайте если что-то пропустите понятно что всего не охватить то есть как бы вот должно быть должно быть окей вижу друг брата товарища я в черенка заглянул несмотря на то что мы закончили пёс овца и жираф мы собираемся в ближайшее время выложить результаты инфографику и как и говорили в последнем выпуске начать думать в сторону там каких-то следующих действий поэтому следите за этой историей за всей тоже и я думаю что где-то в середине недели может быть будут новости еще и там вот Марк Маркер О, Алямкин будет из кого гифки нарезать да если кто не в курсе Вова Алямкин программист легендарка в колоде российского геймдева благодаря Марку Маркеру Женя и его коллегам обзавелся именными стикерами и гифками на которых он несказанно жжет поэтому если увидите не пропускайте вот поэтому ну вот такие вот дела сейчас уже начинаться будет форвард Ubisoft поэтому если у вас есть какие-то вопросы задавайте я на них буду рад ответить если нет давайте потихонечку сворачиваться и идти потому что мне жутко интересно по датам что там объявят и интересно как пройдет все это движение вот ну да следующая неделя ведь будет такая достаточно насыщенная еще возможно возможно еще появится два типа новых видеоматериалов связанных с конкурсом первое это как я и рассказывал анимированные видосы прикольные второе это не скажу пока что но очень крутое поэтому вот дорогие друзья если нет то нет собственно сидим мы как-то даже даже меньше часа давайте час отсидим потому что некрасиво как-то совсем скажут что мы просто убежали вот досетим еще три минуты если у кого-то есть какой-то модный вопрос обязательно задайте вот дайте что-нибудь провокационное задайте мне что-нибудь такое что я не ожидаю и застаньте меня врасплох какое-нибудь какое-нибудь такое что-нибудь с подковырочкой давайте скандальное не кто-нибудь хочет что-нибудь социальненькое или нет нет но обещаю ответить если да если нет то то в общем-то да сидим сидим и ждем чуть-чуть и потихонечку потихонечку валим скоро кстати должна приехать картинка от ютуба как прошло все вот это вот последний период сколько там народу а что лицензии на гид то не скандально да нет это бытовуха ну вообще лицензионные вопросы они все бытовые то есть нужно понимать что даже в случае таких вот историй лицензионные вопросы как они решаются например вы там сделали что-то без лицензии обратились да то есть как бы там или кто-то кто-то сделал что-то без лицензии возник конфликт либо в легальном поле либо в поле неправомощного использования что происходит на этом моменте начинается попытка выяснения разнообразных отношений тяжбы там все дела и так далее вот вы кто-то выигрывает кто-то проигрывает дальше люди делают выводы и больше так не поступают вот и все ну то есть как бы вот и вся драма вот и вот и вся скандальность есть некоторые компании которые начинают нанимать юристов которые начинают харасить там то есть как бы ну это же все жизнь в индустрии да то есть как бы там некоторые люди вот как ваши знакомые по всей видимости они они принадлежат к типу людей которые пока сами не наступят на грабленную то ну видимо не научатся ну таких много я я таким в индустрии я таким был лет первых шесть наверное в индустрии мне все еще не говорили я на всех фырклах ходил короче сам косячил меня по голове било и я так учился потом научился все-таки уже как-то прислушиваться к народу разнообразному то есть как бы это это все такое где киберсайт в бумаге заказать но будет вот новый же выйдет сейчас от Exmo тираж отпечатан был мне сказали в пятницу это значит что понедельник вторник среда это вот оно будет уже везде и там выйдет целая серия статей и я поверь маркер ты узнаешь я думаю что фейсбук и моя лента друзей в каком-то моменте скажут просто можно пожалуйста на этой неделе про киберсайт больше не писать потому что этого будет много ну типа и я намереваюсь выжать из этой недели все в этом отношении как в группе так и у себя на странице вот потому что книжка книжка клевая писательская деятельность мне нравится и если первая хорошо пойдет то то ее мало того что допечатают и переведут на другие языки возможно то есть там мне еще и следующих контрактов подписывают ну и более того от продаж первой зависит того будет вторая часть сиквел писаться или нет потому что я как и все разработчики я сиквелы труба шатал мне не интересно мне не прикольно а в типа но если первая зайдет так что как бы игнорировать не получится придется делать и сиквел писать но я оставил пространство на второй на треть типа на лабиринте предзаказ нормально вообще мне не сказал никто я вообще не знал я сейчас пойду на лабиринт смотреть где ссылка предзаказа для того чтобы ее выкладывать ну то яй-яй вот ну с другой стороны оба что-то в отпуске что я собственно начинаю то есть как бы Женя спасибо что что там эту книгу не продает в интерес страницы английской версии но и вообще поставить на полку заборист да ну я выложу все спасибо побежал так ну все побежали наверное ну и я уже тогда побежал поэтому всем хорошего Ubisoft форварда большое спасибо что пришли было прикольно увидимся на следующей неделе всем хорошего завершения этой недели а Сергею Лянке большое спасибо за ссылку на предзаказ на лабиринте я ее выложу буквально завтра потому что сегодня ее никто не увидит уже все большое спасибо всем пока